Мужские и женские куртки, халаты и полукомбинезоны утепленные и на лето. Модный показ спецодежды убедил, чувствовать себя комфортно можно и в рабочей одежде. Это подтверждает и участник конкурса Владимир Байгот. Перевоплотиться в подиумную модель для обычного работника мастовского предприятия бытового обслуживания населения было чем-то новым и необычным. Сегодня я демонстрировал костюм летний, мужской. Ну насколько интересно. Вообще участвую в таком показе первый раз. Было интересно попробовать, как это все. Ну мне понравилось. Подобные ощущения разделили практически все участники показа. Ведь в жизни каждый из них обычный рабочий, чеканящий, отнюдь не модельный шаг. Нам на самом деле очень важно, чтобы спецодежда была не только комфортной, хорошо защищала работника во время труда, но и имела привлекательный внешний вид, привлекательный дизайн. Поэтому вот это мероприятие организовано сегодня с привлечением ведущих республиканских предприятий по изготовлению спецодежды. Здесь были летние и зимние коллекции. Обязательные условия, непременно натуральные материалы и удобство пошива. Высшим практичным требованиям и защитным свойствам должна соответствовать и плотность ткани. Мы предоставили летнюю и зимнюю коллекцию спецодежды. Она состоит из 100% хлопка плотностью 250 грамм. Комфортная, удобная спецодежда для работы в помещении, а также на улице. Многие модели одежды разрабатывали специально конкурсу и отшивались по эскизам и дизайну табачной фабрики. Тем не менее, каждый претендент на звание самого подходящего предприятия для сотрудничества старался внести индивидуальные детали в собрание образов. Мы должны были предоставить коллекцию, которая была бы направлена по одной конструктивной линии. То есть образцы должны были друг друга перекликаться, повторять. Постарались ввести какие-то новые конструктивные элементы. Мы считаем, что у нас получилось. К слову, конкурс по выбору предприятия, которое займется пошивом спецодежды для работников Гродненской табачной фабрики в серьезных объемах, предполагает три этапа. Первый этап уже прошел. Это подготовка документов, проверка документов. Предприятия предоставляли сертификаты по защитным свойствам, по материалам, из чего будут шить данную одежду. Нами все это проверялось на соответствие. Руководство Гродненской табачной фабрики Нема надеется превратить подобный экспериментальный опыт во взаимовыгодную с предприятиями традицию, а также заинтересовать своим примером и других участников производственного рынка. Лена Молчанова, Вероника Трынкина, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+.